Начало рабочей недели для министра охраны окружающей среды не обошлось без вынужденных политических заявлений. Для затравки разговора господин Копаров говорит депутатам о том, что 100 миллиардов тенге направят на обеспечение жителей столицы питьевой водой. Или о том, что численность сайги в степи перевалила за 187 тысяч голов. Но законодатели поворачивают разговор в нужные информационные русла. Мы ставим вопрос перед российской стороной о том, чтобы начали уменьшать количество запусков ракетоносителей на экологически опасном топливе, гептили, для того, чтобы они переходили на более экологичные виды топлива. Космодром в аренде у России, но все-таки экологический кодекс должен распространяться. К очередным заявлениям члена правительства Нурлана Копарова, активист движения антигептил Буатпек Блялов, относится крайне скептически. Говорит, ни о какой зеленой экономике в Казахстане нельзя вести речи, пока летают протоны на гептили, а в страну плюс ко всему планируют завозить радиоактивные отходы. Радиоактивные движения, которые он делает, это вероятнее всего ответная реакция общественности, которая вот так резко отреагировала на падение и вообще на использование гептила. И в этом отношении, если мы можем добиться успеха только в том случае, если общественность и граждане республики Казахстан также будут в дальнейшем требовать конкретного пересмотра всех этих договоров и, конечно же, незамедлительного запрета гептила. Впрочем, судя по всему, российская сторона слушает претензии правительства Казахстана в полуха. До конца года с Байконура федералы запустят 4 протона и еще 4 ракеты «Союз». Все на том же гептили.